День донора 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 и флюорографии. Плюс женщинам нужна справка от гинеколога. Перед донацией обязательно нужно заполнить анкету. Здесь указываются персональные данные, аллергические реакции, сделанные ранее прививки и перенесенные заболевания. Процесс занимает всего пару минут. Кровь сдают натощак. За одну процедуру берут 450 миллилитров, поэтому после обязательно нужно подкрепиться. В наборе, который выдают каждому – сок, вода, печенье и зефир. К слову, на донорском учете здесь состоят без малого 2000 человек. Противопоказания могут быть как абсолютные, то есть человек ни при каких обстоятельствах и условиях не может быть донором. Это наличие инфекционных заболеваний, гепатиты вирусные, спид, ВИЧ, туберкулез, сифилис. Также к абсолютным противопоказаниям относятся наличие злокачественных заболеваний, психических расстройств. На станции переливания крови добро спасает далеко не одну жизнь. Сюда приходят люди разных профессий и возрастов. Накануне Всемирного дня донора чествуют тех, кто всецело посвятил себя благому делу. Красный Крест подготовил символические подарки, но от чистого сердца. Я начинала сдавать кровь, когда была учащаяся в медицинском училище. Тогда было как-то практиковали выездные бригады по предприятиям, по учебным заведениям. И мы, студенты, с удовольствием сдавали кровь. Когда люди болеют и им нужна помощь, можно купить таблетку, уколы. Но кровь, ее нельзя никакими технологиями заменить, изобрести. Больница имени Марзона – один из главных потребителей донорской крови в городе. Переливается тут около 3000 доз эритроцитов, 1300 свежезамороженной плазмы и порядка 600 тромбоцитов в год. На счету сотни спасенных жизней. Мы очень нуждаемся в привлечении к донорству молодых, здоровых родственников наших пациентов. Очень большое количество лиц преклонного возраста, которые поступают к нам с тяжелыми анемиями различной этиологии, различной причиной, которые нуждаются в донорском даре. Среди добровольцев здесь свыше 50 специалистов. Случаи, когда пациенты получают кровь тех, кто их лечит – уже привычное дело. Такие моменты отмечают медики что-то большее, чем просто работа. Особо радует та ситуация, когда после сдачи крови приходишь на работу, назначаешь препараты компонентов крови и видишь значительную положительную динамику после их назначения, после их введения. Самая редкая группа – четвертая. Она считается универсальной. Всего в стране порядка 68 тысяч почетных доноров. В прошлом году кровь сдали рекордное количество белорусов – почти 102 тысячи человек до 60 лет. Но возраст планируют увеличить до 65. Плюс новый законопроект не допустит снижения выплат. Все привилегии сохранятся. Этот вопрос и стал основной темой круглого стола в центральной больнице. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. В стиле жарких стран в Бобруйске прошел турнир по пляжному самбо. На берегу Березины встретились 60 участников 13 и 16 лет. Борцовский ковер здесь заменяет песок. В нем и вся сложность. Зыбкая поверхность создает нагрузку на ноги. Единоборство популярно больше в теплых странах – в Австралии, Таиланде и на острове Бали. «Преследуем цель – это развитие перспективного резерва из числа учащихся динамовцев специализированных детских и юношеских школ». В Беларуси чемпионат впервые провели в 2021-м. По результатам прошлого года стало очевидно пляжному самбо-2022 быть. В планах организаторов – расширить географию участников и привлечь другие регионы страны. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok